Да, это историческая программа, сделанная в Вятке. Мы снова в эфире. Добрый день, меня зовут Владимир Снитанин. Напомню, что передача наша выходит с интервалом в две недели по пятницам. Именно в это время, уже на протяжении многих программ, мы общаемся с Евгением Питуниным. Это историк, краевед, руководитель Музея инженерных наук и АТГУ, президент Вятского ретроклуба. Евгений Альбертович, добрый день. Добрый день. Давайте напомним, что две недели назад мы говорили об истории развития общественного транспорта в нашем городе, в основном в советский период. И я знаю, вы тогда анонсировали, что было мероприятие, посвященное дню рождения автомобиля. Пару слов, как прошло. На площади Конева, да? Провели, успешно. Представили один горбатый запорожец, завели в минус 26, приехали. У нас обзор был, наверное, 5 на 10 сантиметров на стекле, та же пространство. Доехали по приборам. Горбатый, какого года выпуска? 66-го. Дети радовались. В общем, как могли, провели, я думаю. Ну, в первую очередь... Было бы теплее, то, конечно, было бы... В первую очередь, молодая публика, да, обычно приходит в такие мероприятия. Они же ежегодно проходят, да, вы стараетесь? Да, ну, вот нынче, как бы, с привлечением ретроавтомобилей, были радиоуправляемые модели, были машины из автосалонов, но, конечно, наибольший интерес вот наш ретроавтомобиль вызвал. Ну, в честь до хвала горбатому минус 26 запуститься. Было бы тепло, было бы много. На летней резине или на зимней? На летней. На летней. На летней, ясно. Ну, сегодня у нас и другая тема, я думаю, что... Отлично, горбатый зимний. Да, давай. То есть, ну, тема такая, казалось бы, вкусная, легкая, ну, конечно... День и волнующая всех. Волнующая. Сегодня пятница, вечером пятницы многие горожане предпочитают посидеть, что называется, в дружеском кругу или в семейном кругу. Посидеть не дома, мы имеем в виду, а в каком-нибудь заведении общепита. Кафе, ресторан или многие другие профильные заведения у нас в последнее время появились. Так вот, провести время со вкусом. Кировский общепит на протяжении последних десятилетий, историю его мы сегодня рассмотрим, да? Потому что не только общепита, но еще какие ответвления будут у нас на... Ну, все. На ведомственное столовое, школьное столовое. Все, что нужно было, где и что можно было съесть. Развивалось. В СССР и немного еще и раньше. Ну, там, 50 лет назад, 60, 70 лет назад такого, безусловно, выбора не было. Куда можно было отправиться. Ну, давайте начнем. Давайте, вот времени 13.09. Ведь большинство сейчас либо обедают, либо пришли с обеда, либо еще только собираются. Но, тем не менее, думаю, будет вспомнить интересно, как этот процесс происходил раньше. Я думаю, что первое общение с общепитом у всех у нас происходило еще в детском саду. Но вот я был малый, и я смутно помню все эти морковные, творожные, запеканые. Они до сих пор присутствуют? Присутствуют. Жидкие супы и прочее. Но почему-то вот у меня с детства сложилось два самых таких нелюбимых мною пищевых запаха. Это в детском саду и в больнице. Когда вот именно пищеблоком, да? Да, именно вот еда почему-то. И поэтому я про детский сад ничего не скажу. Знаю, что, может быть, вот даже в таком фильме, как «Джентмен и удача», там была проблема, что дети плохо ели. И вот такой известный ход, который принудил их. И воспоминания у меня не детства, а уже более поздние. То есть, если работали знакомые в детском саду, а у меня всегда были собаки охотничьи. Ну, это мы имеем в виду 60-е годы, да? Да, 70-е, 80-е в студентах уже, то всегда моим животным доставалось. То есть, дети плохо ели, значит, были на то причины. Поэтому не будем долго на детском саду восстанавливаться. Взрослая аудитория. Более приятным вещам нет. Второй этап – это были школьные столовки. Школьные столовые, они всегда и постоянно с первого класса сопутствовали. Вот, что из себя представляли, к примеру, в 70-е годы. В нашей 37-й школе столовая была в подвале. Конечно, были очереди, но готовили, на мой взгляд, очень добротно. В начальных классах выдавали талончик. И обед в столовой школьной стоил по талону, по-моему, 25 рублей. А так выдавали. Выбора не было, всем выдавали одно и то же. Это, да, по талону давали одно, но если идти так, то где-то в 40-50, в 70-е годы вполне можно было уложиться. Был добротный обед, готовили в столовых, вот не было противных кухонных запахов. И, в принципе, сейчас иногда доводилось где-то заходить в школьные столовые. Конечно, многое поменялось, но, тем не менее, я думаю, что в нашем городе этот такой сегмент общепита держится на уровне. Единственное, конечно, что, может быть, это не было элитным питанием, но, вот знаете, на иглу подсаживали на эти школьные хлебные атлеты. Да, например, дома там делались натуральные, там, из фарша, там, паровые, там, это, это, вот они не принимались, а хотелось именно вот этих из школьных атлетов. Ну, я имею в виду, где хлеба больше, чем у вас. Ну, да, из школьных атлетов, поэтому у меня от школьной столовой только хорошее воспоминание. Вот, а дальше начинались другие проблемы. Действительно, наверное, до конца 20-го века существовала в городе огромная проблема, где поесть. Начиналась она, может быть, еще и в начале 20-го века, в 30-е годы были столов и обжорки. Если посмотреть... Обжорки? Обжорки. Ну, это мировое название. Это, видимо, пошло, может, еще у Гилеровского упоминается, что на хитром рынке были обжорки. Это столовые для бедных, малоимущих, вот такие были у нас. Если посмотреть... Современные расположения, это где? Были. Сейчас мы дойдем до расположения, конечно. Конечно, если взять период после НЭПа, то столовые располагались на территориях или были приближены новым объектам индустрии, то есть на заводах где-то и прочее. Вот, например, с самого начала существования Искожим, возле него была огромная-огромная столовая. Мы еще к ней вернемся, потому что она была реформирована в одно очень интересное явление. Но вот я тут листал фотографии и, например, по Москве, по Вяткани нашел московские столовые довоенные. В 1930-е годы эти были очереди часа на 3-4, то есть люди стояли, я не знаю, просто не было возможности чего-то купить. Может быть, для рабочих было отдельно, а потом... И проблема сохранялась с очередями точно так же. Вам везло, если вы работали в каком-нибудь солидном и большом учреждении, например, в каком-то большом НИИ, в Леспроме была хорошая столовка. А в УВД, там, в каких-то организациях, где не было лишних людей, а только свои. И там было и дешево, и, в принципе, с едой. Но все остальные массы, вот они метались по городу и пытались куда-то забиться в какую-то столовку. Это немалое количество людей было. Да, потому что все малые аудитория, начиная от небольших организаций, музеев, магазинные, униермаги, вот все вынуждены были что-то искать. Поэтому, конечно, очереди были неимоверные. Ну, не только в обеденный перерыв, но если даже что-то новое возникало, например, в 60-е годы открылась первая в Ирович-Буречной. Она была на углу и Герцена, и Ленина. И там, по свидетельствам очевидцев, чтобы попробовать чебури, и они стоили 17 капеев на ту пору. Это были огромные чебури, съедобные. Вот, чтобы попасть туда, надо было отстоять иногда 3-4 часа. Они стояли, привычные были. Поэтому куда-то стремились попасть разными путями. Самое интересное, что были ведомственные столовые, которые открывались, например, после того, как проходят сотрудники. В частности, вот была одна из самых знаменитых, это город-администрации. Тогда еще назывался госполком. Это сейчас там вход сразу отраздевал. Тогда почему-то столовая была замаскирована. И чтобы туда попасть, надо было знать все это хитросплетение подземных переходов. Это куда-то идти в сторону, со стороны улицы Воровского. Мы имеем в виду известное здание на перекрестке Кавомарцева и Воровского. Идти надо было подвалом. И самое интересное, что стояла такая... Она, может быть, была и добрая, но уж очень церберная была работа пропускать. Какой-то был фейс-контрол, кого-то могли и не пустить. Вот стояла женщина. И такой же отставного вида какой-то старичок стоял в столовой бывшего горкома партии. Это угол Ленина и Московской. Сейчас там тоже столовка сохранилась, но это была горкомовская. Вот ее открывали. Я помню, я шел с приятелем тогда. И меня пустили, а приятель был заторможен, потому что у него волосы были либо у Макревича в юности, либо у Венедиктова сейчас только черные кудрявые. И поэтому его отставник не пустил в зал. Молодой человек, приведите себя в порядок. Вы в это пообедали тогда? Или вы солидарно были с товарищем? Я проявил солидарность, потому что чувство голода одной из самых доминирующих. Я, по-моему, взял товарища Плюшки и это принес, и я спас его от голода. Это мы были в лесном управлении. Вот стали возникать. Но почему-то, я не знаю, было очень мало столовых. Интересное явление, что в 50-е годы, вот почему у нас маленькие кухни в хрущевках стали делать. Это не просто из экономии места, это из-за того, что советская женщина, она должна быть раскрепощенной. Хватит стоять у примуса, хватит стоять у плиты. Не надо тратить время, надо ее там на спорт, на просвещение. А все остальное, это можно все взять и купить. И поэтому в 50-е годы стали возникать такие, вообще по стране у нас, в городе, фабрики кухни. Вот, я обещал вернуться из кожи. На территории из кожи была огромная фабрика кухни. А чем отличалась от обычной столовки? Это, в принципе, ничем. Готовили хорошо и вкусно, но можно было прийти со своими острельками, с чем-то таким, и домой тащить. Другая была знаменитая. Это было востребовано? Востребовано, конечно, тащили домой. У меня дома постоянно запас какой-то в холодильнике. Малень, и малень, и холодильничая. Саратов был, и тем не менее, там запасы. Фабрика кухня была... А по стоимости этих блюд копейки, то есть было доступно? Чуть подороже, может, там, 50 эпе, поменьше рубля. Но при этом можно было здесь и присесть. И здесь же пообедать, да, можно? Можно, да. Столики были. И вот у нас была самая ближняя кухня, это в доме по Октябрьскому проспекту, номер 78, угол молодой гвардии. Там сейчас ювелирный салон, вот там была фабрика кухни, а потом там стала федружба. Но почему-то не прижилось. Вот и умерло это начинание. Хотя оно может быть хорошее и сейчас... Это не всегда была фабрика кухни? Нет, нет, была целая масса. Это была политика государства, эти фабрики кухни. Вот на Искожа была самая здоровенная. В 50-е годы недавно выложили в интернета фото довоенное, еще не огороженный забором Искожа. Вот там, да, была эта фабрика кухни. Потом они стали вымирать, превращались в обычные столов и... То есть сужались каким-то образом, да? Еще такое явление начиналось в 60-е. Ну, мы все становимся, идем все выше и выше по ступеням. Все элитнее, элитнее. На следующий переходной такой вариант был, ну, не совсем, может быть, общепита. Вот мне очень жаль, что такой вот сегмент общепита умер у нас в городе окончательно. Это так называемый кафетерий. То есть раньше всегда были гастрономы у нас, а при гастрономах был закуток, где, в принципе, теоретически продавали выпечку, плюшки, бутерброды, но всегда был такой элемент и пивной, и рыночный. То есть люди собирались, и чем было хорошо, то если ты живешь в каком-то микрорайоне, то обязательно был клуб общения, то есть каждый вечер знакомые лица, они постоянно, в частности... Встречались в этом кафетере? ...32-й гастроном был, вот, был отличный... Это где, напомните, современный? А это где напротив сельхозакадемии гастроном. В общем, большой магазин сохранился. Сетевой, да, большой. И там были мраморные столики, интересно, что приходили люди, на столик ставили там то, что они брали, а если маленькие дети, то там снизу были крючочки, куда вешать сумки, авось, и был тоже маленький приступочек, и совсем маленькие детишки тоже там со своим стаканчиком, с лимонадом под столом. Какой-то шесть нехорошее было явление, кафетерия. Вот жаль, что оно исчезло. А первый кафетерий, можете сказать, где появился в городе? Ну, вот, наверное, когда стали строить большие гастрономы, то, я думаю, что с постройкой, вот, центральной гостиницы, там был гастроном на первом этаже, и там был, и гастроном на углу Преображенской, Ирла Маркса. В общем, это было тоже явление, которое пользуются. Да, на набережной великолепной кафетерии. Да, такой, это было такое, ну, шаговой доступности от дома, когда нужно было всегда выйти, пообщаться, ну, что там, в тесных хрущевках сидеть, вот люди выходили, и всё. Ещё явление 60-х, когда у нас стали появляться, и это новые веяния, то, вот, очень интересное явление было, появление таких облегчённых эффект, которые называли стекляшки. Две самых знаменитых стекляшки в нашем городе появились в 60-е годы, это «Акассия» на Ленина и Герцена, и «Утро». Утро. Утро и сейчас есть принципы. Рядом со сцебрём, да, молодая гвардия Карла Маркса. Почему стекляшка, поясним, потому что из стекла полностью. Да, полностью, хотя суровый климат, вот, тем не менее, это сразу стали таким любимым местом студентов, куда ходили, есть вкусные пельмени, там, ещё, ещё, ещё. И сейчас они, может быть, вот я знаю одну такую стойкую команду, которая до сих пор в утро собирается, к примеру, по пятницам, вот, их там знают, вот, туда-сё, и даже... Уже в возрасте. Пара утра. В возрасте, в возрасте люди сейчас знают, что они собираются. В возрасте, в возрасте. Ну, ещё работают, конечно же, они после службы в пятницу всегда. И не только там, это есть сейчас, и вот, называется, не помню, заведение напротив стадиона «Динамо». Там что-то подобное, там отличные тоже чебуреки, в принципе, люди приходят. Вот жаль, что они как-то так же выродились. Вот самое жуткое, это когда, особенно в аккацию, очередь была за пивом. Ну, я не думаю, что, ну, скажем, за пенным напитком, да, я знаю, что это ограничение. За пенным напитком? Ну, очередь была, ну, часа на два, на три. Самое было ужасное, когда стояли мужички и кто-нибудь, вот туристы поехали на природу, и они несли, к примеру, вот знаете, на фермах эти фляги алюминиевые. И вот надо наполнить, объемом, там, литров, наверное, сорок. Литров сорок. И вот надо было, представляете, ждет вся очередь, а здесь надо наполнить, еще подождать, когда это все отстоится, тогда пена была другая, она была крупная. И, конечно, но тем не менее, общество было толерантным, терпели, все понимали, что да, да, надо никуда не деться. А потом стали исчезать почему-то ружки, знаменитые, вот с ручками, и все, и уже ближе к перестроечному времени вот этот самый пенный напиток стали подавать либо в майонезных баночках, либо в литровых обычных банках. Оригинально. И вообще долго-долго, это вот, наверное, только с началом XXI века у нас сменилось отношение к термину баночное пиво. То есть в жестянке, а раньше баночное, это было понятие, что это трехлитровый банк, вось, и наполняется, тащится во двор куда-нибудь. Закрывается копроновой крышкой. Ну, да, говоря об общепите, без этого не обойтись. Таким образом, стекляшки вот стали уже, в общем-то, хорошими местами. Это была предтеча следующего этапа. А как график их работы, этих стекляшек? Агурт продавался с 11 утра до 8. Там даже была такая занимательная арифметика, что если сложить цифры начала и продажи. Начало и завершение продажи? Начало продаж и окончание продаж, что получалось там 3,62, 4,12. То есть сколько стоило тара, да, напитка. Ну, работали с утра, по-моему, до позднего вечера, то есть часто выходя из кинотеатра, театр, когда не торопились, должно было зайти. А вы интересовали, кстати, вопросом, насколько легко или насколько тяжело было открыть вот эти заведения общепита? Просто по современным меркам мы же знаем, да, что нужно масса разрешений и так далее и тому подобное, но... Да вот, знаете, я никогда не был связан, но я только мог оценивать, что хорошо ли готовят, и насколько туда легко можно было попасть в советское время. У нас вот такой рейтинг. Ну, в принципе, тогда какой-то вот был культ, наверное, столовых сейчас уже не было. То есть я вот не могу сказать, в городе, это легендарное место, куда бы люди тянулись. Это вот, если говорить еще о 50-х годах, то у Мельчакова было описано, что вот массы и массы трудящихся стекались куда-то там на улицу Орла Маркса, возле Исхожа там была такая точка общепита, называлась она Голубой Дунай, это из 50-х годов, еще до стекляшек были очень интересные деревянные сборно-щитовые павильоны, крашенные в голубой цвет, вот их называли Голубой Дунай. И туда привозились мясокомбинаты пирожки с ливером, и вот народ за этими горячими пирожками, вот из всех, наверное, учреждений, со всех заводов туда стекался. А в мою бытность подобное заведение было, вот где располагалось НИИ, какой-то, что-то с водой связан. Одно время там была еще редакция наблюдателя, это на улице Воровского, напротив завода, вот там тоже было. Там сейчас какой-то ресторанчик, даже не помню, что, но там вот готовили отменные бельжи, и я знал, что люди из разных районов съезжали. А сейчас ни одной культовой точки, я не могу вот даже припомнить, чтобы у нас куда-то народ мог специально ехать. Вот раньше были, например, цыплята-табора готовили на втором ресторане, туда все. На вокзале. Салям на вокзале, на другом вокзале готовили. Но это ладно, это все, это все глобализация, это все идет одному. Столовых много, но до них мы еще дойдем, до современных. Вот я следующий этап, когда у нас стали появляться стекляшки, это была первая волна, а в 70-е еще у нас появились заведения под названием пивбары. Пивбары, о них нельзя не упомянуть, потому что их было три всего в городе. Первый, наверное, сейчас там что-то есть, это на Октябрьском, напротив, цыплят. А, до этого еще была, вот, когда у нас стали летать в космос, когда у нас возник научно-технический прогресс, то решили все механизировать, и поэтому у нас стали появляться механические... Автоматы по руфлению. Автоматы, да, называлось автопоил, это был знаменитый автопоил в Иреве, напротив цирка. Вот там в таком цокольном помещении была пивная, где надо было купить жетон, и потом ты уже самостоятельно топаешь какому-то автомату, этот жетон или там два, не помню сейчас сколько, три жетона туда бросаешь, и рычажком это пиво, там, поворачиваешь рычажок, пиво автоматически... И отмеряя это ровно сколько? Ну, да, авиатские мужички, они чем-то сразу приноровились, они скупали эти жетоны, и жетон был похож на очень толстую монетку трехкопеечную с какой-то прорезью посредине, чтобы туда можно было запихнуть. И вот в этих жетонах сверлили дырку, привязывали лёжечку, и намыливали их, чтобы они скользили, и поэтому был бесконечный процесс. То есть... Работало? Даже шкалеры там сбегали из школы, вот, или студенты занятия, вот туда один жетон покупали, туда-обратно, туда-обратно. Уже работало? Потом выбегали, работал, конечно, сам. Не следил никто за этим, чтобы... И выбегал какой-то взбешенный дядь в грязном белом халате, там, и застой, и выгонял, но тут же, я думаю, что весь город об этом знал и циркулировал. Вот на смену-то им и стекляшкам пришли три городских пив-бара. Ну, вот это... Ничего хорошего я сказать не могу, может быть, в первые месяцы существования там что-то было, туда надо было купить талон. Это талон или... Где купить? Или билет. А там же на входе продавали, да, номер столика, давали, вот, какую-то сушеную, что можно было обломать зубы, давали сушеную путасу, и это сухари, и порой заплесневелы, что-то там еще такое солено-забуточное. Да, сервис еще труд. А пенный напиток, вот если еще поначалу там, когда заведение или завозили еще вкус, там маломальский был приемлем, то под конец туда, мне кажется, сливалось все, что могло оставаться, недопитая, добавлялась сода, все это взбалтывалось, я не знаю, какие были рецепты, но это была такая кошмарная бурда, что как только люди уцелели, и никто на моем веку не травнулся, вот, наверное, кто слушает, вспомнит и об этом, когда ходили, и доставалось вот им с резким запахом соды и с подозрительными цветами. Ну давайте, перед тем, как на рекламу уйдем, на рекламу перед тем, как уйдем, все-таки поменим еще-то две точки, вот напротив цирка на Октябрьском. Напротив цирка, вторая была, это угол Роза-Люссенбург и, что там за этим, и Орла-Липних-то, там сейчас нету, ничего не осталось, тоже было хорошее заведение, и третье, был, пожалуй, самый знаменитый, это на Большевиков-Пазанс, и нынче, возле архива Гаспекова, там девятиэтаж на склоне, там и сейчас, по-моему, какое-то симпатичное заведение, судя по рекламе, с красными флагами, но, видимо, профиль сохранили, но, честно говоря, не бывал. Давайте рекламу сейчас сделаем, и программа «Сделанный веток» продолжится очень скоро, мы сегодня говорим о развитии общепита в советское время в нашем городе. Мы продолжаем разговор, Евгений Питунин, историк, краеветро, руководитель музея инженерных наук ВятГУ, президент Вятского ретро-клуба, вот меня тут уже в переживе потянуло по ресторанам, о таком явлении, как ресторан, мы тоже, конечно, уже поговорим, но, наверное, непосредственно сейчас уже будем переходить, да? Рестораны были, у нас и на Вятке были, и в Иреве были, и в целом России. Вот кому сейчас взбредет в голову сочинять песни о ресторанах, пусть даже самых знаменитых? Да ладно. У нас есть такие примеры? Ну, эй, браток гонит яру, лошадей, брать. Нет, я имею в виду, в нашем городе. В нашем? Неизвестно. Надо вспомнить, по-моему, что-то было. Ну вот, если говорить о ресторанах, я сейчас такую прочитаю выдержку. Специально нашел вчера. Угадайте, откуда и где это было. После окончательного ремонта открыты для посетителей все комнаты ресторана. В зале громадной величины, украшенном художественной живописью, поставлены три великолепных бильярда, снабженные шарами лучшей слоновой кости. В большой смежной комнате поставлен небывалый вят эполифон-концерто, заменяющий собой хороший оркестр. Всюду электрическое освещение и все удобства. И ежедневно завтрак, и обеды, и ужины. Кухня под наблюдением редкого для вят и повара. Музыка играет все время открытия ресторана. Ну, язык типичный для газеты. В газете это была такая завета? Нет, это реклама. Реклама? Реклама 911 года. Ой, а можно я предположу, что это место? Ну, предположу, что это вокзальный тот самый ресторан. Нет? Это самый известный пивной ресторан Шнейдер, который располагался на углу современных улиц Ленина и Герцена. Ленина и Герцена. Я упоминал о первой в городе Чебуречной, которая открылась в 60-е. А вот там раньше был знаменитый ресторан Шнейдера. Там напитки подавались в специальных кружках с рыжкой, выписываемых из Германии и Санкт-Петербурга. Полагался на закуску набор соленых ребят осетра, поросёна с хреном, вяленая лещ, суда и вобла, балы и осетовую грудь, и красная и чёрная солёная, орешки солёные, сушь и пельмени, раки. Половые, но официанты назывались раньше половыми, старались не допускать в ресторан пьяных. А вот, внимание, подвыпивших граждан из высших сословий увозили домой. То есть, видимо, как это развозка была, да, при данном заведении? Да, вот это заведение было одно и... Были и другие ресторации в Старый Вят, но вот это было одним из самых знаменитых, самых отписываемых, пожалуй, и известных. Но ассортимент нам сказать очень важно. Причём, вот интересно, людей из хороших сословий отвозили домой, перебравших. А напротив, это вот, где сейчас дом ЭВД, там тоже была пивная, но она уже была попроще. Для людей попроще? Уже была для простого народа, или кто, может, не мог попасть, и там вряд ли отвозили домой, перебравших, а, наверное, куда-нибудь, или в участок, в колодок, и всё такое. Сколько просуществовало данное заведение? Да, первый мировой, там же свой закон был, там же были проблемы у Шнейдера, потом уже с его заведением и всё такое, ну, пропали. Ну, может быть, это были во времена, но я думаю, что потом до сороковых наступила пауза, вот наполненная, может, заполненная заведениями невысокого пошиба. Ну, какого невысокого пошиба? Это вот, если что сохранилось до наших дней, то старожилы, может быть, вспомнят, была такая пивная под названием «Бабье горе», она располагалась на углу нынешней Московской и хлебозаводского там общества. Бабье горе. Голухих, по-моему, это было деревянное заведение, приземистый дом, стояли бочки. В общем, определенный контингент собирался, да? Ну, контингент уже и со всей округи. Были бочки такие, им-то и с лимпивом, были деревянные столы, прокуренное помещение. Вот это вот, наверное, 30-е годы. На всех рынках, которые назывались базары тогда, на базарах, вот были подобные же заведения. А последнее, оно почему-то дожило до 70-х, почти до 80-х. Вот было это легендарное «Бабье горе», а почему легендарное, что ходила легенда, что однажды этих жом все это заведение достало, и они поджигали его. Но это легенда. Легенда, неподтвержденная. Да, трудно установить, но потом уже и после этого организовали круглосуточное дежурство и охраняли свое любимое заведение. Простите, где это? «Бабье горе»? Да, существовало, говорите, давайте мы не знаем. Московское и Хлебозаводское. А, вот там же, да? Если ехать от площади, то по левую сторону, где общество глухих, там на самом углу, оно в низиночке было, вот как сейчас перед глазами стоит. Ну, вот интересно бы зайти, но тем не менее. Ладно, от «Бабьего горя» давайте более к более каким-то интеллигентным вещам. Вот, стали появляться войны. Вот, не парадоксально, я вот еще точно знаю, что тоже на улице Муны, но в войну в Иреве работал ресторан. Коммерчес и ресторан, у нас были эмерчес и магазины, были вот торсины торговли сностранцев, где можно было там что-то сдать и купить. Были эмерческие магазины, где, к примеру, вот перед войной войной рабы там, никто не знал, что это такое, рабы гарами, консервы там, все это такое. И был эмерчес и ресторан, где в самые даже голодные военные годы всегда были дамы-бриллианты. Ну, уже после 43-го где-то года он начал 44-й, 45-й и дальше работать. Ну, это дамы-бриллианты, ну, понятно, что жены, видимо, высшего официального состава. Да, на минуторе военные, в погонах, видимо, кто-то, но были люди, которые могли себе позволить и войну под этим ценам. Ну, ладно, значит, могли-могли, не нам там, ну, тут это обсуждается. Ну, все-таки основная масса горожан, да, жила иначе. Какие у нас иначе? А, основная, да, жила. Ну, вот, тем не менее, а уже такой культ ресторанный начался в 50-е годы, тогда было разгулье-разгулье ресторанов, вот тогда были самые легендарные, куда ездили за фирменными цыплятами, табака, или куда-то могли автобусами, или на трассе отправиться в старый аэропорт в сторону Ганина, или там еще куда-то, и было, конечно, масса-масса пивных, но это мы не будем на этом периоде останавливаться, особенно, потому что лучше всего это взять и прочитать книгу замечательного авиацкого писателя Евгения Мельчакова, которая так и называется пивные рестораны и другие заведения. Какой там период охватывается? 50-е годы, да. Очень вкусно, очень живописно, все с большим знанием дело, все описано. Ну, давайте, у нас немного времени остается, чтобы сказать, в 70-м, вы знаете, как... Россия самая у нас на слуху. Да, у нас тогда была Россия. Лесная сказка. То, что мы сейчас скажем о современных ресторанах с теми же названиями, это не будет ни рекламой, ни антирекламой, потому что рестораны с теми названиями, они нынешним не имеют ничего общего, кроме его названия. Была Россия, была Вятка, была Русская Тройка под названием «Анюшня». Вот, кстати, история нынешних названий. И по хуже рангам была «Юбиляшка», это юбилейный ресторан, и была «Амета». Вот еще был ресторан Чехлыновский, но там без музыки. И вот попасть туда было невозможно, как там песня у Макаревича, «Народоскопление не имеет значения, за дверями швейцар». Вот ресторанов на город явно не хватало, поэтому очки, всеми правдами и неправдами, пропуском был рубль, а кто-то и больше давал. То есть ладошка с рублем приклеивалась к стеклу, швейцар с той стороны смотрел, ага. И поэтому, невзирая на протесты других, там открывалась дверь, и все. Потом почему-то... Ну, швейцарды плохо зарабатывали. ...могли дозировать людей, и в итоге почти все 11 часам вечера практически не было. Все просачивались, там уже за столиком на... Там их-то четверых сидели 10 человек, в итоге разными путями. Ну, что там говорить, меню были хорошие, порции большие. Вот я не пойму, сейчас вот, когда дают огромную тарелку, полметра диаметром лежит какой-то маленький лепесток мяса, какой-то комочек гарнира, и все это крестное время. И все это крестное, якобы для дизайна, перечеркнуто им-то этими полосками кричневого соуса. Не то, не то. Вот берите пример из тех вот хотя бы, где за 5 рублей, а что туда ходили? И рестораны перестали быть элитными. То есть в 70-е годы туда ходили студенты на стипендию, в 40 рублей работяги на зарплату в 150-м и прочее. Поэтому еда была самая незатейливая. Еда обычно на пятерку в захолустном ресторане, где из пятерка и на ура громыхают с топорями. Кто не допили с утра, вот знаменитая песня, она очень соответствует. На 5 рублей можно было взять графинчик, вот и 100 грамм салатика, что-то там еще какой-то. И вот сидели, слушали музыку, танцевали, в принципе, больше ничего. Когда ведь не было оперативов, а заказывали по большому счету, когда там кто-то решил день рождения, юбилей, или были оперативы, день пограничник, день столевара, день железнодорожный. И вот ходили все оравлой в ресторан, сдвигались, стихийно даже ничего заранее не заказывали. Тогда могли потратиться из премий каких-то больших. Вот, конечно, был обсчет, обвес, не без этого, но, тем не менее, не припомню, что было худо. Вот уже хуже началось, когда в 85-е годы Горбачевский, этот указ о борьбе с пьянством, вот, устали дозировать. В ресторан проносили уже тайком, разливали, если даже продавалась там одна на вечер, на всех разливали маленькими наперстышками, чтобы растянуть на весь вечер. И возникло такое явление, что когда уходили танцевать, обязательно оставляли дежурного со столом. Чтобы это никто не вытащил. Воровали водку, особенно в таких заведениях, как «Вятка», вот это было развито. И все. Вот, а так вот, я думаю, что, в принципе, это была своя субкультура ресторана, потому что называлось у нас в Ирвис ходить в кабаках куда-то. Поэтому эта идея вынашивалась, там, в студентах до стипендий. Ага была своё. Общество, вот, в мою пору уже джаз-бенд Соломона Борисовича Сахара в России не играл. Там был бенд, имевший отношение к нынешнему политику, скажем, олигарху. Но, тем не менее, играли хорошо. Это не как сейчас там сидит какой-то мужик и что-то там, какой-то музыку, да, почти поёт. А тогда был живой джаз-бенд и была своя культура. Ресторанные песни, они уже, наверное, не только в Ирве, но там уже были свои слова. Там прилетит к нам волшебник в любом вертолёте, что там, в подарок ставит нам, пожалуй, бутылочек сто. Играли одессину и всё. Я думаю, у людей очень хорошие воспоминания о том времени, так как веселиться не было. Вот именно то, что было трудно попасть, именно то, что кормили, в принципе, хорошо и недорого, и для студентов. Даже было, вот, попадали в рестораны, ну, вот ещё была, стоит, стоит, упомянуть, «Лесная сказка», это был один из самых легендарных туда. Даже в разлив куда-то ходила одна маршрутка, попасть было невозможно, иногда пешком уходили. Вот были все они на слуху, никто, я думаю, кто бывал, не забыл ни единое его название, помнят эти заведения. И вот пришла другая эпоха сейчас, другая жизнь, другие рестораны, но, тем не менее, другой общепит. Может быть, он стал доступный, но, честно говоря, вот какой-то менее романтичный. Менее романтичный. Хороший тем. Ну, на этом завершаем сегодняшнюю программу, сделанную в Вятке. До встречи через две недели, в это же время, в нашей студии. Мы подберём хорошую тему, интересную, вспомним о былом. Евгений Питунин, спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго. Всего хорошего.